Привет, друзья! В этом видео посмотрим на быстрого малыша от Энни Кубик. Принтер у меня на тестах задержался уже на 2 месяца и работает практически без остановки каждый день. Фактически он стал одним из основных. Сначала давайте посмотрим на демонстрационную печать, а после расскажу про работу самого принтера. Два крепления экшн-камеры. Как только я распаковал принтер и напечатал тестовый кубик, мне пришел заказ на печать креплений экшн-камеры. Кубик оказался точного размера, поэтому для печати я решил использовать кобру. Заказ небольшой. Некоторые элементы крепления печатаются на автоматических поддержках. Сначала запустил основную массу элементов, а вторым с запуском на более точных настройках слоем 0,1 мм. Печатался поворотный шарнир с шипами. Общее время печати составило менее 3 часов. А по стоимости заказ попал в минимальную цену. Так Кобра начала свой путь к самоокупаемости. Робот. Сборная модель от FAB365. Для его печати я выбрал бронзовый пластик от Nulay. Сам пластик красивый, но хрупкий. Робот печатается за один проход, а потом собирается на защёлке. Собственно, как и большинство моделей этой компании. Печать несложная. Поддержки не требуются. Фактически разместил на столе, сделал нарезку на стандартных настройках. И через несколько часов получил вот такого красавца. Лапки у него подвижные, а вот голова не крутится. Кувшин. Это насадка на стандартные PET-бутылки. Печатается перевёрнутой и сразу с резьбой. Лучше поставить небольшой слой 0,15 или 0,2 мм. Тогда резьба хорошо пропечатается. Когда я печатал в первый раз, то забыл добавить поддержку под горлышко. И там образовались нити. Позже я исправил эту ошибку, добавив поддержки. Насадка позволяет из любой PET-бутылки сделать кувшин с удобной рукояткой. Вещь оказалась полезной, и меня попросили напечатать ещё несколько штук. Машинка. Модель от Виктора Пасметио. И её я тоже печатал несколько раз. В первый раз использовал бронзовый пластик. Красиво, но жёсткости этого пластика не хватило на работу пружины. Да ещё и на нависаниях он задрался и намусорил. Второй раз использовал обычный серый ПЛА-пластик. И эта машинка работала лучше всех. Печатать модель нужно обязательно без поддержек. На низкой скорости. Около 30-40 мм в секунду и с хорошим обдувом. На модели есть небольшие мостики. В 2-3 см. Поэтому в слайсере нужно обязательно активировать настройку обнаружения мостов. И вот этот серый механизм лучше всего взводился и работал. Взводим пружину ключом и колесо крутится. А третий экземпляр мне так и не дали попробовать. Мелкие шаловливые ручки взвели пружину на неразработанном механизме. И так её и оставили возведённой. А спустя сутки она уже ослабла. Лягушки. Это новые модели от Flexi Model. Лягушачий принц и принцесса. Принц опечатал блестящим синим пластиком от Нулой. Он как и бронзовый такой же красивый, но хрупкий. А для принцессы я выбрал яркий жёлтый цвет от Solid Filament. Обе модели получились очень детальные и красивые. Конечно же это не всё что печаталось. На текущий момент принтер отработал на примерно 20 заказах. И за 2 месяца уже полностью окупил свою стоимость. Но об этом я буду рассказывать в другом видео. А теперь про сам принтер. Модель называется Inicubic Cobra. Область печати 220 на 220 и высотой 250 мм. Год назад компания Inicubic выпустила модель Viper. Так вот, серия принтеров Cobra является развитием Viper. В продаже доступно 3 версии. Просто Cobra, собственно этот принтер у меня. Cobra Plus с областью печати 300 на 300 и высотой 350 мм. И Cobra Max с размером стола 400 на 400. И высотой печати до 450 мм. Хоть серия принтеров и одна, но машины имеют значительные отличия. Не только в области печати. Поэтому сравнивать их между собой некорректно. На Cobra установлен Direct Extruder Detonair. А на версиях Plus и Max Bowden BMG. А теперь, собственно, почему он стал одним из основных за последние пару месяцев. Первое. Несмотря на то, что это адрегастол, оказалось, что он отлично настроен. И позволяет стабильно и качественно печатать на повышенных скоростях до 100 мм в секунду. Без каких-либо модификаций. Второе. Стол съемный магнитный. Это двухсторонний порошковый пэй. С одной стороны он шероховатый и отлично удерживает все пластики. А с другой стороны гладкий. Тут удержание, конечно же, слабее. Но это позволяет получать зеркально гладкую поверхность первого слоя. Третье. Есть автоуровень. Он выполнен на бесконтактном индуктивном датчике. Он же и является концевиком оси Z. И этот сенсор оказался на удивление невероятно точным. Поначалу у меня были сомнения. Но уровень стола не сбивается. Принтер идеально настраивается и укладывает первый слой. Вот прям чувствую. Сейчас в комментариях кто-нибудь да напишет, что индуктивный сенсор не работает со стеклом. Да, не работает. Но стекло этому принтеру и не нужно. Магнитные столы с покрытием пэй удобнее. Они не разбиваются и лучше удерживают модели. И четвертое. На принтере отсутствуют концевики осей XY. Их физически нету. То есть концевик на принтере всего один. На Z. Вот этот бесконтактный автоуровень. Определение домашней точки по осям XY происходит через удара стопор. При помощи функции драйвера Stelgard. То есть драйверы на плате подключены по UART. Идем далее. Плата на принтере собственная. Это три горилла на чипе HC32. Драйверы тихие. И они уже распаяны на плате. Исходник прошивки на момент выхода видео не опубликован. При подключении принтера к компьютеру по команде M503 можно посмотреть его конфигурацию. Тут указаны рывки, ускорения. Далее идет карта высот автоуровня. И вот тут снизу команды настройки тока драйверов. И чувствительности удара функции Stelgard. За два месяца работы на этой машине я не почувствовал необходимости лезть в конфигурацию и что-либо тут менять. Принтер сделан производителем максимально простым. По принципу запустил печать и получил готовую модель. Натяжители ремней на осях имеются. Из коробки мне пришлось только подстроить эксцентрики на роликах стола. В отличии от вайпера, кобра немного меньше по размеру. И тут установлен всего один мотор на оси Z. На таком размере стола это допустимо. Ось X не заваливается. Поэтому это не является проблемой. Отдельное упоминание заслуживает то, что при печати в меню есть возможность подстроить отступ сопла от стола по высоте. Это очень полезная функция, так как одни пластики и модели приходится печатать, вмазывая первый слой в стол, а на другие ставить отступ повыше. Меню у принтера очень простое. Тут вообще нет ничего лишнего. Запутаться невозможно. И вот за два месяца работы с принтером единственное к чему я могу докопаться, так это то, что при замене филамента хотенд автоматически нагревается до 230 градусов. Это конечно универсальное значение под PLA, PETG и ABS пластик. Но это излишне много для некоторых особенных пластиков, типа флексов. Они на этой температуре начинают закипать и пускать пузыри. И сразу по поводу флексов. Как я уже упоминал, на принтере установлен Direct Extruder Titan Aero. Поэтому флексами, ну и другими гибкими пластиками, принтер печатает отлично. Даже откат работает. Один из заказов как раз и печатался гибким пластиком. Скорость печати была установлена на 30 мм в секунду. С температурой в 195 градусов. И получилось очень качественно. Обдув сделан односторонний, на радиальном вентиляторе. Установлен сзади. Его хватает, модифицировать не требуется. За все время, что я печатал на Кобре, была лишь одна модель, при расположении которой обдува не хватило. Вот этот двигатель. Сначала он печатался боком. И на нависании пластик задрался. Что привело к зацепу соплом из двигуслоя. Прикинув, как нужно напечатать, я развернул мотор в слайсере проблемным местом в сторону обдува. И принтер со второго раза справился с этой печатью. Коротко о комплекте. Принтер привозят в небольшой коробке. Сверху лежит пакет, в котором находится инструкция, пробник пластика, инструмент и крепеж. Далее отдельный экран. Внешне он такой же, как на вайпер. Стойка для катушки пластика. Собранная верхняя рама принтера. Тут все уже установлено на свои места. Тот самый Дайрект с датчиком авторония. И на нижнем уровне коробки собранное основание принтера с магнитным столом и всей электроникой. Ну а вот тут все, что было в коробке. Запасное сопло также имеется. Принтер собирается вот на эти 7 винтов. 4 для скручивания рамы и 3 на экран. Думаю, с этим справится даже школьник. После сборки останется только подключить несколько разъемов. Какие и как это сделать указано в инструкции. По настройке в слайсере никаких хитростей нет. У меня можно уже сказать стандартные стартовые и конечные скрипты на все принтеры. Если не знаете, как готовить файлы к печати и добавлять принтер, посмотрите вот эти 4 урока по слайсеру Кура на канале. Там все подробно рассказано. По итогу, это современный беспроблемный 3D принтер. Производитель сделал все, чтобы пользователь просто получал удовольствие от печати. Фактически это тот же самый Viper. Чуть меньше область печати. Нет второго не особо нужного мотора на оси Z. А из улучшений это качественный дайрект экструдер и надежный бесконтактный датчик автоуровня. Ссылку на принтер в официальном магазине Яникубик вы найдете в описании к этому видео. Также приглашаю всех в телеграм-чат канала Вольтник для обсуждения новостей по 3D-печати, возникающих проблем и решения вопросов о 3D-печати на заказ. В чате уже собралось много разных и интересных людей. А сегодня на этом все. Спасибо за просмотр. Вам удачного дня и пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!